На повестке рассматривалось три вопроса. Спортивная инфраструктура, составляющая системы массового детского спорта и предложение экспертов Народного фронта по решению проблем. Начали с обсуждения состояния площадок на территории края. За последние годы в Забайкальском крае, и в том числе в городе Чте, было построено большое количество различных спортивных площадок, комплексов во дворах, на различных общественных территориях, парках. Но, к сожалению, большинство из них, а можно сказать, все они из них, они носят сезонный характер, потому что это все открытые площадки, общедоступные. Модератор встречи Юлия Яренкова также отметила, что в Забайкальском крае многие спортивные объекты строятся без потребности. К примеру, на Высокогорье на базе комплекса построена баскетбольная площадка, и ей вообще никто не пользуется. Это подтвердила председатель Президиума Федерации Баскетбола Лариса Чигуевская. И пример этот не единичный. Строить там, где это требуется, и то, что требуется. Очень адекватное предложение, но не все так просто. Оказывается, на территории Читы нет места под спортивные объекты. У нас, к сожалению, на территории города, особенно центральный административный район, места катастрофически не хватает, чтобы построить там, где дети занимаются в зале, еще площадку. Мы стараемся, ищем такие места. На вопрос о том, проводится ли вообще анализ потребности того или иного объекта, новый замминистра спорта Забайкалья Анна Кутимская ответила, что она вообще новый человек и не может сказать ничего по этой теме. Между тем, вступила в должность Кутимская еще в июне. Спорт в Забайкальском крае финансируется по остаточному принципу. Иллюзий давно никто не питает. Денег, как и кадров, не хватает. Зарплаты у тренеров мизерные, работают они чуть ли не бесплатно. Финансируется детский спорт за счет юных спортсменов, и это факт. Начиная с инвентаря, заканчивая оплатой поездки на соревнования. За все платят родители. Самый горячий спор разыгрался между новоизбранным депутатом городской думы от «Единой России» Дамдином Бадмацареновым и главой Шилкинского района Сергеем Воробьевым. Вот ровным счетом, это сколько надо ждать времени, чтобы у нас студент обучился на факультете физической культуры и спорта, чтобы его за свои деньги, правильно говорят, потом его вернуть туда, в деревню, чтобы он начал поднимать спорт. Не будет такого никогда. Надо работать с теми людьми, которые там могут. И делать какие-то мастер-классы, выезжать в регионы. Если человек там согласен работать, пусть бесплатно, покажи сначала, что вы можете. Дальше требуете сфинансирования и всего остального. Берем, допустим, вот у меня тренер по греко-римской борьбе, ведет 70 ребятишек. Практически вылавливает, вот они сразу со школы бегом-бегут, родители их подвозят. У него времени физически нет. Физически нет, чтобы он где-то еще, ну ночью надо будет тогда на спортивной площадке заниматься общественной работой. Давайте будем говорить, товарищи депутаты, надо повысить ставку, зарплату, чтобы он получал, допустим, те же там 40-45 тысяч тренера ставку, на ставку. Вот тогда у него будет стимул, он получать будет 45, у него останется время где-то еще позаниматься. Само по себе занятие спортом – удовольствие не из дешевых. Мало того, оно еще и практически недоступно. Этот факт отметил и эксперт Народного фронта Денис Лукьянов. Вот в этом году у меня ребенок занимался в 6 утра. Это у меня занимается, моим ребенком мой отец, потому что я постоянно занят, это вот дед с ним там с трехлетнего возраста занимается. Это мой отец сплетит в 5 утра, полшестого он заезжает за ним, к шести нет на тренировку. То есть с каким, не знаю, рвением, там, ребенок 11 лет будет заниматься хоккеем в 6 утра. Ну, желание у него пропадает. Несмотря на призыв к сохранению хладнокровия и ведению разговоров в конструктивном русле, в итоге эмоции все же одержали верх, и весь дискусс свелся к банальному обсуждению нехватки денег. Такие вот мероприятия хорошо дают понять, что как у представителей власти, так и у спортивных федераций нет четкой стратегии по развитию массового детского спорта. Но введение диалога – это уже шаг в правильном направлении. Проблем действительно много, и о них стоит говорить. Но вот о самих детях сказано было ничтожно мало.